Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ксения Николаевна, я преподаватель русского языка в Школково, а мы продолжаем с вами готовиться к УГ по русскому языку. Сегодняшней темой нашего ролика являются виды связи в словосочетаниях. Решая пробники, вы сталкивались с заданием номер 4, где вас просили преобразовать одно словосочетание в другое словосочетание. Давайте сегодня мы как раз таки познакомимся с некой теорией по этому номеру, попрактикуемся и узнаем как же идеально выполнять это задание. Давайте начнем с того, что мы вспомним в принципе как выглядит это задание и какие формулировки там могут встречаться. Итак, замените словосочетание сувенир на память, построенное на основе управления синонимичным словосочетанием со связью согласования. Напишите получившееся словосочетание. То есть на экзамене вам нужно будет записать то словосочетание, которое у вас получилось. И внимательно, ребята, пожалуйста, пишите именно такими буквами, какие у вас представлены в образце, чтобы компьютер мог распознать ваш почерк. Это важно. Итак, какой план на сегодняшнее занятие? Мы с вами рассмотрим, что такое словосочетание в принципе. Далее мы посмотрим, какие виды связи в словосочетаниях бывают и встречаются в сборнике. То есть это управление, согласование и примыкание. Также мы с вами рассмотрим несколько примеров, чтобы вы смогли легко ориентироваться и выполнять это задание. Итак, для начала нам нужно понять, что такое словосочетание вообще. Словосочетание это сочетание двух или более слов, которые связаны между собой грамматически и по смыслу. Также в словосочетании есть главное слово, а есть зависимое. То есть между ними могут задаваться вопросы. Отдельно важно отметить, что грамматическая основа, то есть подлежащее и сказуемое, не являются словосочетанием. Это прям можно тут большой жирный восклицательный знак поставить, советую вам запомнить. Давайте теперь потихоньку разбираться. Начнем мы с согласования. В согласовании главное и зависимое слово согласуются по роду, по дежур и числу. То есть если у нас меняется главное слово, то у нас меняется и зависимое слово. Мы проанализировали сборник УГ-2022 от составителей экзамена и выписали некие возможные комбинации, то есть как может быть представлено согласование. Самым популярным способом является имя прилагательное плюс имя существительное. То есть меняется имя существительное, у нас будет меняться имя прилагательное. Второй популярностью является причастие и имя существительное. Там будут действовать те же правила, что и для прилагательного существителя. Также может встретиться местоимение и имя существительное. Также могут встретиться порядковые числительные и имена существительные. Вопросы между главным и зависимым словом, как правило, это вопросы определения. То есть, какой, какая, какое, чей. Давайте рассмотрим, например, красивый поезд. Поезд какой? Красивый. То есть, мы смогли с вами уже задать вопрос определения. Дальше. Давайте попробуем поставить главное слово во множественное число. То есть, мы получим поезда. Итого, красивые поезда. Что мы имеем? У нас изменилось главное слово, поезда. Можно над ним поставить крестик. Оно изменилось. То есть, мы поменяли число. Было единственное, стало множественное. И из-за этого поменялось само зависимое слово. То есть, прилагательное. Оно также изменило окончание свое. Давайте рассмотрим следующий пример. Читающий мальчик. Мальчик какой? Читающий. В этот раз у нас пример будет причастие плюс имя существительное. Давайте попробуем поставить главное слово в дательный падеж. То есть дать кому чему? Мальчику. Дать книгу читающему мальчику. Опять же, у нас с вами поменялось главное слово, изменилось зависимое слово. Давайте рассмотрим следующий пример. Моя игрушка. То есть перед нами уже местоимение плюс имя существительное. Игрушка чья? Какая? Моя. Опять же, мы с вами задаем вопросы, которые характерны для определения. Давайте попробуем поставить главное слово во множественное число. То есть была одна игрушка, остали игрушки. И получилось мои игрушки. То есть у нас опять же изменилось главное слово и изменилось зависимое слово. Давайте посмотрим на заключающий пример. Это порядковое числительное и имя существительное. Третья попытка. Попытка какая? Третья. Мы опять видим перед собой вопрос, характерный для определения. Попробуем поставить главное слово в предложный падеж. Говорить о ком, о чем? О попытке. То есть говорить о третьей попытке. Опять же, мы видим ситуацию, когда у нас изменилось главное слово и изменилось зависимое слово. То есть какой вывод мы можем сделать? Если мы сталкиваемся с согласованием, то нам нужно убедиться в том, что у нас есть главное слово, есть зависимое слово. И при изменении главного слова будет меняться еще и зависимое слово. А также, что от главного слова к зависимому можно задать вопрос, характерный для определения. Какой? Какая? Чей? И так далее. Ну и также вы можете ориентироваться на возможные комбинации, которые мы оговаривали раньше. Давайте теперь перейдем к связи управления. Главное слово будет управлять зависимым. То есть оно будет требовать от него определенного падежа. И как раз таки определенным нюансом, отличительной чертой от согласования будет являться тот факт, что если у нас меняется главное слово, то у нас не меняется зависимое. Давайте это отдельно выделим. Итак, возможные комбинации, опять же, для словосочетаний, которые мы выявили на основе сборника. Это глагол, предлог и имя существительное. Ребята, особое внимание, что в наших комбинациях присутствует предлог. То есть не упускайте его. Мы сейчас будем рассматривать примеры, и вы увидите, что он везде там есть. Также это может быть имя существительное, предлог и имя существительное. Основные вопросы – это вопросы дополнения. То есть это вопросы косвенных падежей. Косвенные падежи – это все падежи, кроме именительного. Давайте посмотрим, например. Готовиться к прыжку. Готовиться к чему? Перед нами дательный падеж. Давайте будем отдельно выделять, что здесь есть еще и предлоги. Попробуем поставить главное слово в прошедшее время. Например, готовился спортсмен, готовился к прыжку. Готовился к чему? У нас изменилось главное слово, глагол, но наше к прыжку, то есть предлог существительным, не изменились. Они как выглядели, так и остались. Давайте посмотрим на следующий пример. Кричать с восторгом. Кричать с чем? С восторгом. Главное слово, допустим, будет стоять в будущем, времени, первом лице, множественном числе. Мы крикнем с восторгом. Когда наш спортсмен завоюет медаль, например. Мы крикнем с восторгом. А изначально у нас было кричать с восторгом. То есть мы изменили главное слово, мы изменили глагол, а зависимое слово, то есть предлоги существительные, они остались у нас неизменны. Как у нас было с восторгом, так и осталось. Сапоги для охоты. Сапоги для чего? Для охоты. Давайте попробуем поставить главное слово в родительный падеж множественного числа. Много сапог. Или нет сапог. Запомните эту форму. Она вам пригодится в будущем. Итак, сапог для охоты. Много сапог для охоты в магазине, например. Что мы видим? Что у нас опять же меняется главное слово. Были сапоги, стало сапог. Много. Но при этом у нас не меняется зависимое слово. То есть для охоты предлог существительным так и остались. Это опять же важно отметить. Какой вывод мы можем сделать относительно управления? У нас есть главное слово. И оно управляет зависимым. Оно вынуждает его стоять в том падеже, в котором ему будет удобно. То есть у нас главное слово может как-то меняться, а зависимые слова, предлог и существительное меняться не будут. Это важно запомнить. Давайте теперь рассмотрим третий вид связи в словосочетании. Это примыкание. Зависимое слово – неизменяемая часть речи. Это важно запомнить, что это будет именно так. То есть слова соединяются только по смыслу. Они примыкают друг к другу. Какие неизменяемые части речи мы с вами знаем? Это наречие, это дейпричастие, это инфинитив глагола и это сравнительная степень прилагательного или наречия. Отдельно можете выделить себе вот этот вот кусочек в рамочку, чтобы его запомнить. Потому что это важно. Это нам будет часто встречаться при решении четвертого номера. Возможных комбинаций для словосочетания со связью примыкания может быть много, как вы понимаете, так как у нас есть большой набор неизменяемых частей речи, которые мы перечислили ранее. Итак, это может быть глагол плюс наречие. Это то, что чаще всего встречается в сборнике. Это может быть имя существительное плюс наречие. Это может быть глагол плюс инфинитив. Глагол плюс дейпричастие. Глагол плюс простая сравнительная степень. Или, например, наречие плюс простая сравнительная степень и так далее. Опять же, это полная теория. В сборнике обычно то, что встречается, это глагол наречие, имя существительное наречие, бывало еще глагол и инфинитив. Но быть готовым нужно ко всему. Основные вопросы, которые задаются между словами в словосочетании для примыкания, это будут вопросы обстоятельства. То есть, как, когда, куда, где и так далее. Давайте посмотрим на примеры. Упрямо доказывать. Доказывать – это наше с вами главное слово. Доказывать «как» – упрямо. Упрямо – это наречие, неизменяемая часть речи. Дальше. Бесшумно пробрался. Главное слово. Пробрался. Пробрался «как» – бесшумно. Опять же, перед нами наречие, неизменяемая часть речи. Хлопоты впустую. Хлопоты какие? Впустую. Вот здесь нужно быть внимательным, потому что задается необычный вопрос. Но мы же с вами понимаем, что впустую это наречие. Оно никак не будет изменяться, даже если мы очень сильно захотим. Поэтому это будет именно примыкание. Дорога домой. Дорога куда домой? Перед нами, опять же, есть дорога, имя существительное, главное слово. Дорога куда, то есть зависимое слово, домой, перед нами наречие, неизменяемая часть речи. Отвык, ссориться. Отвык, что делать? Ссориться. Вот как раз-таки перед нами ситуация, когда мы сталкиваемся с глаголом и инфинитивом глаголов. То есть будет отвык, что делать? Ссориться. Говорит, не торопясь. Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда перед нами есть глагол и есть дейпричастие. Не торопясь. Главное слово говорит. Говорит, как? Не торопясь. Дейпричастие – неизменяемая часть речи. Проверяет внимательнее. Проверяет, как? Внимательнее. Это простая сравнительная степень наречия. То есть, опять же, неизменяемая часть речи. Давайте мы это отдельно тоже выделим. То есть, что мы поняли про примыкание? Здесь нету, как таковых, главных и зависимых слов, чтобы они действительно имели серьезные отношения внутри словосочетания. То есть, здесь слова примыкают друг к другу. Они ничего друг к другу в целом не должны. Они никак не изменяются. То есть, в качестве некого лайфхака. Можно как себе это представлять? Есть согласование. То есть, есть два слова, которые согласовывают друг с другом что-то. Вот, например, главное слово решило стать во множественное число. И тогда оно согласовывает с зависимым, что тот тоже будет стоять во множественном числе. В управлении немного другие отношения. Там есть главное слово, и оно управляет зависимым. Оно приказывает ему, в каком падеже стоять. А есть примыкание, где слова просто по смыслу примыкают друг к другу. То есть, они почти никак не относятся друг к другу. Это важно запомнить. Давайте теперь посмотрим на примеры. Замените словосочетание «сувенир на память», построенное на основе управления синонимичным словосочетанием со связью согласования. Напишите получившееся словосочетание. Давайте выделим главное слово. В словосочетании «сувенир на память». Сувенир на что? На кого что? На память. То есть, можем задать сюда вопрос. Это управление? Да, у нас есть главное слово, и есть зависимое вместе. Там предлог, существительное, которое управляется этим главным словом. То есть, оно подчиняется с помощью падежей ему. А теперь нам нужно сделать согласование. То есть, слова должны уже согласовываться друг с другом. Какое словосочетание можно сюда придумать? Самое простое, что вы должны еще также важно отметить, что главные слова у нас не будут меняться. То есть, сувенир, как было главным словом, оно так и останется при изменении вида связи в словосочетании главным словом. То есть, у нас изменится лишь непосредственно предлог плюс существительное на прилагательное. То есть, наше на память превратится в памятный. И получится памятный сувенир. И памятный сувенир вы должны будете записать в ответ в бланке. Давайте посмотрим на следующий пример. Замените словосочетание «Статуя из мрамора, построенная на основе управления, с синонимичным словосочетанием со связью согласования». Напишите получившееся словосочетание. Давайте посмотрим на то словосочетание, которое нам, в принципе, дано. Статуя из чего? Из мрамора. То есть, у нас есть главное слово, и оно управляет зависимым при помощи падежей. Далее. Как мы с вами выяснили, главное слово останется главным. То есть, статуя так и будет существовать. Но теперь подумаем, как бы нам превратить вот этот вот предлог существителем в прилагательное. То есть, это будет из мрамора превратиться в мраморную статую. И вы в ответ должны будете записать «мраморная статуя». Давайте посмотрим на следующее задание. Замените словосочетание «книжный шкаф», построенное на основе согласования, с синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся словосочетание. Давайте опять же посмотрим. У нас есть книжный шкаф. Главное слово «шкаф». Шкаф какой? Книжный. Все хорошо. Теперь попробуем заменить на управление. То есть, сначала мы меняли управление на согласование, теперь согласование на управление. Итак, как мы помним, главное слово «шкаф», оно останется. А теперь нам надо с вами подумать, как же заменить прилагательное «книжный» на предлог существителя. Это задание особое, потому что здесь будет несколько вариантов ответа. Книжный шкаф – это, во-первых, может быть шкаф для книг, а еще это может быть шкаф с книгами. И оба эти варианта будут подходить. То есть, вы в ответ можете в бланке записать «шкаф для книг» или «шкаф с книгами». И то, и то будет относиться к книжному шкафу. Давайте посмотрим на следующее задание. Замените словосочетание «надрывно плакало», построенное на основе примыкания, с синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся словосочетание. Итак, это уже немного другое задание. Нам здесь надо будет примыкание менять на управление. Итак, «надрывно плакало». «Плакало» как «надрывно». Действительно, перед нами глагол и наречие, неизменяемая часть речи. Давайте теперь подумаем. Зависимое слово будет как-то меняться. Надо будет понять нам как. А главное, оно останется. То есть, «плакало» мы можем спокойно сразу записать. А теперь нам надо подумать, а как же нам вот это вот наречие «надрывно» изменить в существительное с предлогом. То есть, у нас должно получиться что? Давайте сюда напишем «надрывно». И оно будет меняться. «Плакало» с чем? С надрывом. Вот и все. То есть, у нас было наречие «надрывно», и мы его изменили и получили предлог «существительным». То есть, «плакало» осталось главным словом. Но теперь у нас «плакало» с чем? С надрывом. Давайте рассмотрим следующее задание. Замените словосочетание «двигаться уверенно», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управления. Напишите получившееся словосочетание. Давайте подумаем. «Двигаться как уверенно». Опять же. То есть, у нас останется с вами главное слово. «Двигаться». Теперь нам нужно подумать. Уверенно на речи. Нам надо его как-то преобразовать в существительность предлога. «Двигаться с чем?» С уверенностью. И двигаться с уверенностью вам нужно будет записать в планк. Давайте подведем итоги сегодняшнего занятия. Мы с вами вспомнили, что такое словосочетание. Также мы с вами изучили, какие бывают вообще виды связи в словосочетании, чем управление отличается от согласования, от примыкания, какие у них есть собственные фишки, а также потренировались на нескольких заданиях. То есть, вы теперь с уверенностью, изучив теорию и попрактиковавшись в домашнем задании на заданиях номер 4, сможете сказать, что вы освоили эту тему. Мы желаем вам удачи в подготовке к ОГЭ по русскому языку и ждем вас на вебинарах и на следующих роликах.